газа городнюк как с точки зрения эзотерики объяснить почему женщины слабый пол живут дольше мужчин это все объясняется с легкостью дело в том что женщина устроена по принципу накопления собирания и сохранения мужчина же живет по принципу по принципу добивания реализации движения таким образом если рассмотреть большинстве своем женщин то можно сказать что большинстве своем женщины они живут и хотят жить без конца более пассивно чем мужчины мужчинам свойствен бег мужчинам свойственны физические упражнения мужчинам это свойственно женщинам это не свойственно именно поэтому очень часто когда женщины начинают очень долго и чрезвычайно активно заниматься спортом то у них начинает выделяться тестостерона они становятся похожими на мужчин кстати замечали а вот для мужчин энергия которая не выделяет она достаточно активная также женщина женщиной управляет три гормона это гормон прогестерон эстрадиол и пролактин и ну и тестостерон именно эти половые гормоны которые выделяются ну кроме пролактина который выделяется мозгом и влияет на железы грудные у женщин фактически не нет ни эстрадиола не прогестерона у мужчины ну практически не выделяется ну и пролактин в большинстве своем выделяется но уже при редких каких-то заболеваниях тестостерон основной гормон у мужчины и тестостерон он выделяется только в случае если мужчина рано встает случае если мужчина ведет активный образ жизни в случае если у мужчины стабильные интимные отношения в случае если мужчина молотом если он ест мясную пищу так как только из белка животного происхождения в большинстве своем формируются гормоны половые и гормоны надпочечников у мужчин особенно тестостерон именно поэтому для мужчины как ни странно очень важно кушать мясную пищу не зря говорят что же он за мужик если мясо не ест для женщины это не нужно у женщины может могут формироваться эти гормоны независимо от ее возраста причем после возраста пост климатического или правильно говорить пост климактерического у женщины могут возникать всплески гормонов и могут допустим к возрасту там допустим женщины у женщины в 50 лет произошел климактерический период там закончились вот эти ощущения плохие после чего она начинает жить первые там 12 там пять лет она может чуть-чуть выглядеть хуже стареть а после чего в случае если она ведет пассивный образ жизни спокойного образ жизни там кушает достаточно хорошо много отдыхает то у нее происходит расцветание не зря говорят что в 50 баба ягодка опять а у мужчин такого нет дело в том что мужчине для молодости нужно физической активности женщины нет для нее для молодости нужно наоборот отдых растяжка очень теплые отношения тепло интимное отношение стабильность у детей стабильность жизни это делает ее молодой естественно если женщину поставить в условия при котором она и шачет с утра до ночи там колья забивает веслами там или колья забивает или веслами гребет либо у нее работа нервная там либо она постоянно там орет и там переживает за кого-то то будет она стареть быстро особенность старения женщины заключается в том что у нее данные гормоны они могут выделяться до самого преклонного возраста и эстрадиол и прогестерон у мужчин нет мужчин тестостерон выделяется только до 62 63 лет после чего это сожалению исчезает как впрочем исчезает и усваиваемость азота и за счет этого мышцы становятся дряблыми у женщин этого не происходит так как даже усвоение азота происходит с учетом переключается одни модели усвоения азота на другие модели усвоения азота ну и так далее то есть переходит на внутренний цикл крепца и формируется по-другому даже расщепление молочной кислоты первого от киназа и тумар м4